Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Сегодня я хочу вам рассказать, как собрать свое собственное сетевое хранилище для домашнего использования. Когда это бывает нужно? И что это такое? Ну, во-первых, сетевое хранилище это такой обычный компьютер, который называется NAS Server, на котором стоит специальный софт. И все те диски, которые подключены к этому компьютеру, доступны снаружи, то есть по сети. Вы можете подключаться к таким жестким дискам, например, через Wi-Fi, либо через обычную локальную сеть. И получается, что эти жесткие диски будут видны на вашем компьютере. Конечно, у этих сетевых хранилищ есть соответствующие настройки, которые позволяют делать такие диски отказоустойчивыми. Почему я решил перейти к этому сетевому хранилищу? Потому что возникла такая ситуация. Я купил вот такой классный жесткий диск 10 Тб Тошиба. Думал, сейчас я его подключу к своему компьютеру и все будет супер. Но оказалось, что когда я его подключил к компьютеру, этот жесткий диск довольно шумный для меня. Он создает небольшой шум, который мне не нравится. Поэтому я решил собрать свое собственное сетевое хранилище, которое я вам покажу, как собирать, и разместить это сетевое хранилище на старом компьютере, который я помещу на балкон. И буду подключаться к этому сетевому хранилищу через сеть. Тем самым вот этот жесткий диск, а также еще несколько жестких дисков, которые у меня остались, например, после апгрейда ноутбуков. Смотрите, вот такие жесткие диски по одному терабайту. Тоже подключу к этому сетевому хранилищу. Также подключу еще один старенький жесткий диск на 1 Тб. Тоже к этому сетевому хранилищу. И смогу все эти жесткие диски, например, подключить к своему компьютеру, либо по исказе, либо обращаться к ним, как к расшаренным папкам. Причем на эти папки можно устанавливать соответствующие режимы доступа, чтобы можно было к ним обращаться, например, всем, кому угодно, либо обращаться только определенным компьютером, с севым устройством, либо по специальным разрешениям. То есть вот такую систему мы с вами соберем. Этот урок будет разбит на два урока. На первом уроке мы с вами соберем эту систему. То есть возьмем старый компьютер, откроем его, поместим туда наши жесткие диски, подключим их, посмотрим, сколько они потребляют энергопитание. И уже на следующем уроке мы с вами установим туда специальный софт, с помощью которого и будем управлять нашими жесткими дисками, нашим хранилищем, нашим NAS сервером. Итак, если вам нравятся такие уроки, то вы знаете, что делать. И, конечно, таких уроков будет больше. А сейчас мы с вами приступим к созданию нашего NAS сервера на уровне физики. То есть берем компьютер, вскрываем корпус и подключаем туда наши жесткие диски. Давайте приступим. Нам с вами потребуются жесткие диски, которые мы с вами будем подключать к нашей системе, к сетевому хранилищу, NAS серверу. Также потребуется разделитель питания, чтобы можно было подключить их. И потребуется SATA кабель. Также потребуется вот это оборудование, которое позволяет посмотреть мощность, потребляемую нашей системой. Возможно, мы сможем с вами подключить даже вот такие карточки, которые называются RAID контроллерами. Они позволяют подключать дополнительные жесткие диски к нашей системе. Вот эти жесткие диски, которые вы видите сейчас, это жесткие диски, которые я хочу использовать для того, чтобы с них скачать информацию к себе уже на сетевое хранилище. Окей. Вот он системник, который я взял с балкона. Раньше на нем был сервер. Теперь на этом системнике мы можем с вами поднять наш NAS сервер. Давайте так и сделаем. Вскроем наш системник и посмотрим, что внутри. Итак, вот он системник. Мы с вами вскрыли его. Довольно простой системник. Здесь, конечно, имеется пару жестких дисков. И больше, в принципе, ничего такого нету интересного. Единственное отличие этого системника в том, что, смотрите, здесь очень много SATA портов. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть SATA портов. То есть я могу сюда подключить шесть жестких дисков. Здорово. Теперь давайте просто подключим сюда эти жесткие диски и запитаем их для того, чтобы можно уже потом было устанавливать сюда систему. Вот этот Plexter на 120 гигов будет загрузочным SSD диском. Вот этот Western Digital на 1 терабайт тоже будет диском для того, чтобы участвовать в RAID массиве. Либо просто диском для расшаривания папок. Окей. Давайте мы сами теперь подключим сюда наши жесткие диски. Так, берем жесткий диск на 10 терабайт. С него и начнем. Так, для этого нам нужно, конечно, взять питалово. Так, определиться с питаловым. Так, вот эти легкие диски у нас будут на одной ветке сидеть питание. А он более тяжелый на другой ветке. Вот на этой ветке будет сидеть у нас наш диск. Хорошо. Так и сделаем. Так, подключаем 10 терабайтник сюда, к этому питанию. Так, окей. Подрубаем его. Так, сразу кладем его в правильное место. Вот сюда вот, предположим. Так, двигаемся. Здесь, конечно, система очень компактная. Лучше было бы использовать что-то другое. более с большими пространствами. Но ничего, справимся. Так, подрубаем наш диск. Опа. Так, диск готов. Хорошо. Три диска есть. Теперь еще два диска. Три диска. Три, 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 три. Открыли. Три, тс, три, т, р –. Три, тс, т, timber. Тривлинга. Так, это еще раз了. Трив Oo. Так, island. Так, и чтобы выбирай Late, тяга-неокерку Jenny, Тизла. Три, т-три, т-три. Так, отлично, мы с вами собрали нашу систему Вот он, системный блок Вот, конечно, подключили монитор Так, все это видно Теперь, конечно, мы можем с вами запустить нашу систему Втыкаем в розетки наш Питалова Обратите внимание, что компьютер у меня был сервером Поэтому здесь настроен автозапуск сразу уже системы Только я воткну Питалова Сразу будет автозапуск компьютера Вот он сразу автозапустился Acer и зайдем в BIOS Dell Dell нажимаем Заходим в BIOS Так, смотрим Вот мы с вами зашли в BIOS В принципе, все видно, немножко отсвечивает, но ничего страшного Что у нас здесь с вами есть? Intel Core i3 12 гигабайт памяти Ну и, конечно, давайте посмотрим все наши жесткие диски Возьем Advanced Mode F7 нажимаем Берем ОК Заходим в Advanced Mode Смотрим, что у нас с вами тут есть Так, давайте пролистаем, проверим Так Вот сюда вот берем SATA Configuration Смотрим У нас с вами здесь как раз все диски определились Смотрите 128 гигабайт диск SSD диск Plexter Вот он Терабайт диск 10 терабайт Toshiba Терабайт, терабайт И еще один терабайт То есть вот столько дисков у нас с вами определилось в системе Все шесть дисков Теперь мы готовы к тому, чтобы уже, конечно, инсталлировать сюда систему Как проинсталлировать сюда систему, я уже вам покажу на следующем уроке На этом уроке мы с вами просто собрали систему для того, чтобы уже потом ее использовать для создания сетевого хранилища Мое сетевое хранилище я помещу на балконе И буду обращаться к этим дискам через сеть Подключу диски либо как iSCASE диски Либо подключу их, конечно, как расшаренные папки Это уже решу впоследствии Кстати, давайте я вам покажу небольшой лайфхак Где здесь сделать автозапуск системы Для того, чтобы у вас система автоматически стартовала при потере и восстановлении питания Во-первых, нужно отключить вот эту опцию Anti Surgery Support То есть, если она включена и ваша система получила прерывание питания Она может не запуститься автоматически Это сделано для того, чтобы у вас не было скачка напряжения И система автоматически выключалась Так, смотрим Где у нас с вами это находится Escape Вот оно APM Что мы будем здесь делать? Смотрите Restore AC Power Loss Power On Что будем делать? Мы будем с вами включаться после того, как восстановится наше питание То есть, вот эта опция позволяет при настройке ее в биосе автоматически запускать ваш сервер после того, как он потерял питание и его восстановил Как только питание восстановилось, ваш сервер будет автоматически запускаться То есть, такую опцию тоже включите на вашем сервере Теперь давайте подключим наш сервер через вот это оборудование Для того, чтобы понять, сколько он потребляет у нас с вами электричеством Так, подключаем Срабатывает автозапуск И сервер начинает загружаться Смотрим 82 в пике 74 76 75 То есть, в принципе, там стоит блок питания на 300 ватт И пока что у нас с вами, смотрите, хоть жесткие диски только стартовали, но они не превысили даже отметку сотни Здорово! Отлично! Мы с вами подготовили физически наш компьютер, на который теперь можно установить наш сетевой сервер Для этого будем использовать специальный софт, с которым мы с вами познакомимся на следующем уроке И, конечно же, его проинсталируем на эту систему После этого мы сможем уже настраивать наши жесткие диски для того, чтобы публиковать их к нам в сеть Если вам нравятся такие уроки, то вы знаете, что делать И, конечно, таких уроков будет больше Спасибо!